Всем здравствуйте! Уход из жизни оперного певца Евгения Кунгурова шокировал всех. В светских кругах нет сомнений, что депрессия и трагический финал не были вызваны финансовыми трудностями, а вот личных проблем у Евгения хватало. На этой почве артист несколько раз лежал в психбольнице. Известно, что в 2023 году эстрадный певец трижды попадал в психиатрическую клинику. Артист страдал от смешанного тревожного расстройства и клинической депрессии. Сам он утверждал, что чувствует раздвоение личности, расслоение сознания и апатию. После того, как в последний раз Кунгурова выписали из больницы, он перестал принимать лекарства, а затем отправился на лечение к гипнологам и остеопатам. С 2015 года артист посещал психиатра. Незадолго до смерти с Евгением разговаривал его лучший друг Сергей Шолох. По его словам, артист в беседе не упоминал о своих намерениях и виду не показывал. Он крепкий человек, нормальный мужик был. «В чужую душу не заглянешь», заявил Шолоха. По словам супруги Евгения Кунгурова, Ирины, она на протяжении полутора часов пыталась до него дозвониться после того, как получила от него сообщение. Затем она вызвала на место службу спасения. Сейчас к жене Кунгурова возникает все больше вопросов. Родители певца до сих пор не понимают, как Ирина могла допустить такую ситуацию. Вот уже почти две недели Евгении нет в живых, а супруга Евгения Кунгурова отмалчивается. Добавим, что известный профессор Андрей Гнездилов отметил, что день смерти человека не является случайностью, впрочем, как и день его рождения. Андрей Владимирович уверен, что сознание человека не разрушается после смерти. Профессор убежден и в том, что человек своей волей может приближать или отдалять дату своей смерти. Так волевой и целеустремленный Евгений Кунгуров сам приблизил свой уход в другую реальность. Возможно, сама судьба распорядилась именно так. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!